В сквере «Юность» открылась новая выставка, приуроченная к Дню Защитника Отечества и посвящённая землякам, участникам военных операций, как внутри России, так и за её пределами. На фотографиях представлены наши военные, которые участвовали и в боевых действиях в Афганистане, и в Сирии, и на Донбассе, и в Чечне. Несмотря на сильный мороз, на открытие собрались жители города Видное и сотрудники историко-культурного центра, работавшие над экспозицией. «Празднуем День Защитника Отечества, ранее День Советской Армии и военно-морского флота. И так случилось, что именно в феврале было принято решение и окончательно состоялся вывод войск из Афганистана». Одним из героев выставки стал ветеран афганской войны Валерий Бодряшов. Он, как и другие участники военных операций, часто выступает перед школьниками на уроках мужества. А сейчас поделился снимками из личного архива и рассказал о тех событиях. «Сейчас много о патриотизме говорят. А ведь без знания истории своей родины патриотом-то не станешь. Нельзя же, Ломоносов сказал, народ, не ведущий своей истории, не имеет будущего. Поэтому как раз это наглядное пособие для молодежи». Подрастающее поколение в лице воспитанников оборонно-спортивного клуба «Ратник» с интересом слушало рассказы Валерия Федоровича. «Ребята маленькие, специально, у нас возраст 6+, мы акцент делаем на самых маленьких. Приводим, рассказываем о войной истории нашей страны. Оленинский район очень богатая история. Вот здесь замечательные героические страницы наших. И Сергей Сломатин, Десантика, и Тиньков Валерий Анатольевич, и Купова Фарвата. Этих людей я знал, общался с ними, эти люди, которые ходили. И еще раз повторюсь, они не хотели быть памятниками, изваяниями. Они хотели жить мирной жизнью. Но есть такая профессия, Родину защищайте». На стендах представлено 50 фотографий. Выставка будет работать до 28 марта. Дмитрий Книга, Данил Свидерский, Ольга Садовская, Видное ТВ.